Зачастую между мужчиной и женщиной существует несколько этапов построения отношений. Ну это симпатия, флирт, соблазнение. И это в принципе раньше точно так же и работало с китайскими производителями смартфонов. Вот он есть покупатель, происходит небольшая симпатия на этого данного производителя, потом небольшой флирт, потом какое-никакое соблазнение по поводу цены и все. Вот он готов покупатель и фанат именно этого китайского смартфона. Но в последнее время все кардинально изменилось. Теперь не хватает просто симпатии, флирта и соблазнения. И китайцы перешли на новый этап совращения. Поэтому сегодня мы с вами посмотрим, чем же нас будут совращать китайские производители смартфонов в 2018 году. Привет, китай! Это я Романоч. Погнали! Если надумал покупать смартфон или любую другую технику, то делай это правильно. Заходи по ссылке в описании на Letyshops, регистрируйся и выбирай любой магазин электроники. Хоть российский, хоть китайский. Переходи в магазин через сайт и заказывай. А уже через месяц выводи часть своих сэкономленных денег куда пожелаешь. Арифметика проста. С какой-либо покупки на 10 тысяч рублей минимальный кэшбэк составит 500 рублей. Это ли несчастье? Экономь с нами. Ссылка в описании. Первое, что войдет в массы, но я уже вижу, как буквально спустя через полгода всех успеет задолбать, это соотношение сторон 18-9 или, проще говоря, 2 к 1. Соотношение сторон 18-9 это то, что многих будет раздражать в 2018 году. А многим, кто купил смартфон еще в начале 2017-го, будет не хватать. А вот многие именно в данный момент задались вопросом. А нахера оно вообще нужно? В первую очередь, это все задумано для того, чтобы из вас высосать бабки. То есть, теперь под оберткой 18-9 гораздо проще продавать посредственную начинку самого смартфона. И китайцам это как нельзя на руку. А вот теперь, когда китайцы вас уже заманили своей оболочкой, некоторые компании постараются сделать адаптацию столь длинного экрана под многозадачность. Ну и третий решающий факт, для чего же нужно соотношение 18-9, это камера. С другой стороны, любители яблока тихо смеются в сторонке. Топовая фишка 2018, которую мы встретим в китайских смартфонах, это, как ни странно, тройная камера. Но если, например, для Huawei это прогресс, это шаг вперед, они над этим работали, они будут трудиться программно, чтобы третья камера заработала грамотно и выполняла именно свою функцию, то для производителей типа BlueWoo, DOOGEE и всей вот этой вот остальной шайки, средний ценовой сегмент и бюджетный ценовой сегмент, это будет лютой воды маркетинг. Поэтому прямо сейчас я хочу с китайскими производителями заключить пари. Я реально респектую всем тем производителям, которые не подадутся этому тренду и не будут делать просто так на шару эту третью камеру. Если делаете третью камеру, то делайте ее программно. Если не будет программно, я прямо сейчас говорю, что я ваши смартфоны буду в пух и прах разносить за то, что вы обманываете покупателей. Тема тройных камер весьма многогранна и щепетильна. Поэтому я хочу начать именно с этой картинки. Это LG KE990, выпущенный аж в далеком 2007 году. Блин, 11 лет назад. Он дико был похож внешне на мыльницу, и многие моего батю, владевшего в то время этим смартфоном, считались за какого-то психа. Мол, чувак тупо говорит по фотику. Да, и спустя 11 лет, глядя на этот смартфон, кажется, какой же это был маразм. Делать полноценную мыльницу в смартфоне. Но 2018 год, время сюрпризов. И вот она, тройная мать его камера. У Huawei P11, а также от трендов решил не отставать Moto X5. Для чего все это нужно? Смотрите, благодаря разной диафрагме, снимки получаются не только с красивым размытием, но и также более четкие в темное время суток. Конечно же, у недорогих китайцев, хоть с одной камерой, хоть с двумя камерами, все равно получается говно. То есть двойная камера помогает размыть и повысить качество фотографий в темноте. А вот для чего нужна третья камера? А вот благодаря третьей камере, которая зачастую делает фото в монохроме, смартфону удается четко отделить объект от фона. Тем самым сделать более реалистичную картинку. Тем самым программно подстроить эффект для нужного объекта, а не для всего снимка. Мношество китайских смартфонов 2018 года, это, конечно же, касается любителей Snapdragon. Пацаны, пацаны, мы наконец-таки будем иметь в процессоре Snapdragon 845 топовом чипе, который, скорее всего, займет место в основных флагманах 4К разрешения в 60 FPS. И это праздник. Этот пункт явно обрадует массу Android-дрочеров и камеры дрочеров. В 2018 году смартфоны на платформе Snapdragon 845, а коих будет немало, наконец-таки дадут жару яблоко. Мы все-таки заимеем плавную картинку в 60 кадров в секунду с разрешением 4К, которая уже давно напрашивалась. Четвертая фишка настолько уникальна, что до сей поры ее не было абсолютно нигде. Это сканер отпечатков пальцев прямо в дисплее смартфона. И вот да! Китайцы станут первыми, кто установит этот новомодный датчик. Vivo X20 Plus. Это первый китайский эксперимент по внедрению сканера отпечатков пальцев в экран. Это стало доступно благодаря использованию датчиков сторонней компании Synaptics, которая продала Vivo данные разработки. Подробность известна, пожалуй, только одна. Скорость срабатывания 0,6 секунды. Но не стоит отчаиваться, предполагается, что скорость будет возрастать со временем, уже в следующих партиях. Ну и заключительная пятая фишка, которая все-таки, наверное, наконец-таки должна стрельнуть среди флагманов китайских смартфонов, это защита IP68. Водозащищенность. Да, это дико оптимистично рассчитывать, что многие бренды решат поставить водозащищенность. Но по слухам, Xiaomi хотят, OnePlus хотят, а там, глядишь, если создадут они в этой сфере тренд, то и остальные подтянутся. Да, и пусть о массовом внедрении в китайские флагманы стандартов защиты от воды и пыли IP68 речи и не идет, но ведь уже сейчас понятно, что в 2018 году китайцам, пусть и со своим красивым ценником, нелегко будет обскакать хотя бы тот же самый пресловутый Samsung. Поэтому китайским флагманам беззаботные ныряния в воду нужны, как никогда. На этом сегодня и все. Огромное спасибо, что смотрели. Прямо в комментариях пишите свои варианты фишек и новшеств китайских смартфонов 2018 года. Я здесь не претендую на эталон и, как мне кажется, вы еще сможете добить этот список. Также пишите, что больше всего именно вы ждете. Какой фишки вам в 2016, в 2015, в 2017 не хватало. А вот сейчас наконец-таки решится ваша проблема. Ну и не забывайте, если не подписаны на канал, срочно кликайте на кнопку подписаться и тут же ставьте колокольчик. Если уже подписаны на канал, ставьте колокольчик и нажимайте галочку получать абсолютно все уведомления. Таким образом, вы не пропустите ни один розыгрыш и ни один новый ролик на моем канале. Огромное спасибо лично для всех, кто это сделает. Все, давайте, красавцы. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok